Девятнадцатого числа Разбирать ёлку мне всегда помогает мой внук, ведь это тоже весело, и дети радуются. Жалко, что приходится её выбрасывать. Применение отслужившим ёлкам нашли в Двилисском зоопарке. Их ставят в альерах. Мы ежедневно что-то новое придумываем для наших питомцев. Заносим к ним разные предметы, и они всегда особенное внимание уделяют всему новому. Конечно же, ели их интересуют. В них они прячут пищу или играют. Оказалось, что грузинская традиционная ёлка Чичилаки – любимое лакомство многих обитателей зоопарка. Стружки орешника пришлись по вкусу слонам. Но больше всех ёлкам обрадовались лемуры. В стружках Чичилаки сотрудники зоопарка спрятали для них фрукты. Животные с удовольствием искали лакомство и долго играли. Акция набирает всё большую популярность в интернете. Инициативу уже поддержали несколько сотен человек. Данная акция проводится зоопарком Грузии впервые. У людей появился шанс помочь животным и сделать это очень просто. Нужно всего лишь принести уже ненужные новогодние ели. За два дня в Тбилисский зоопарк принесли уже несколько десятков елей. Старые деревья здесь будут ждать до конца месяца. В Европе и Америке после праздников ёлки сдают на переработку. Из них делают бумагу и наполнитель для кошачьего туалета. А вот в России еловые ветки используют для подкормки скота. Как уверяют местные фермеры, коровы и козы просто обожают жевать лапник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова